Привет всем! Сейчас мы находимся на премьере клипа Алексея Воробьева и Анны Калашниковой. Сейчас все разузнаем. Вы знаете, когда на этапе выбора режиссера очень много было, скажем так, сценариев было прислано, и как-то вот все сценарии не попадали туда, куда нужно, в цель. Вот хотелось бы что-то другого. И как только вот предложила Алексею, его команда прислала шикарный сценарий, то есть буквально без единой правки. Он полностью был снят от и до. Он сразу мне понравился. Это была моя мечта с детства сыграть Бондяне. И, честно говоря, я даже не могла подумать, что на эту песню можно придумать именно фильм такой в стиле Джеймс Бонда. Я думала, что может быть какое-нибудь что-то с юмором, потому что песня такая... Ну, вы услышите там такие фразочки. Он предложил как раз-таки снять фильм и сделать это с юмором, но на основе Джеймса Бонда. Джеймс Бонд у нас должен был быть Гош Куценко. Но так как по его очень сложному графику было сложно подстроиться, и он не смог, то мы думали, думали, кого же, кого же. И потом Алексей решил, принял это решение, что он будет Джеймс Бондом. Я считаю, что у него получилась шикарная роль. На самом деле было довольно непросто. Очень много экшен-съемки, очень много шуток, очень много драк. А это всегда долго снимается. Очень много персонажей, я вам должен сказать, потому что каждому нужно было уделить время. Много звездных артистов, которые появляются в кадре. Совсем на чуть-чуть у каждого маленькая, но важная роль. Джеймс Бонд скорее сама Анна, а персонаж, которого я играю я. А как вы входили в образ? Как я входил в образ? Вот из него... Моему персонажу чаще из него приходилось выходить. То есть у меня всего пара кадров, где я крутую, как Джеймс Бонд, все остальное время я косячу, и что-то происходит не так. Я хочу открыть тайну. Алексей представил еще в очень интересном образе, помимо того, что и трюки, и прочее. Он представил в женском платье, в моем. Это чисто для себя. Давно мечтал померить платье Ани, поэтому, конечно, надел, думаю. Пожалуй, в кадре будет самое удачное место. Сегодня будет, так сказать, режиссерская версия, полная версия, которая будет в Ютьюбе в итоге. Она еще и должна открыть секрет, будет дорабатываться какие-то моменты, потому что сейчас это, как это, как фильм Тарантино для Канн. Он его успел слепить, как смог, но он еще будет дорабатываться для кинотеатров. Вот сегодня мы показываем версию, которая была сделана, и я еще буду ее дорабатывать, на самом деле, после этого. Все клипы, которые я снимаю, я выступаю сам режиссером всегда, да. Как вы знаете, вы знаете, вы знаете, и классные с актори? Мне кажется, легче, чем я. Просто трудно найти человека для работы, особенно как режиссер. Я работал со многими режиссерами, и я обычно очень быстро и очень быстро подстраиваюсь под изменения на съемочной площадке. Если мне говорят, что нет этого артиста, если говорят, что нет этого реквизита, я быстро придумываю, как сделать так, чтобы это было хорошо, чтобы это было оправданно. Вообще мы всем и деткам, и мамам, и папам советуем счастья, любви, удачи, чтобы в семье был мир и гармония, а деткам, чтобы у вас было много-много насыщенная, интересная жизнь была. Не только компьютерами, а книжками, мультиками, общением. В общем, потому что мы как бы, с одной стороны, играли самих себя, группу земляне, то бишь, да, но мы пристали перед зрителями, ну, мы сами еще не видели, но в таком необычном для нас амплуа, таких гламурных, гламурных ребят, я думаю, там даже стиль предполагаемой группы совсем не тот, что мы на самом деле исполняем. Нам просто интересно. Да, 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 в общем, все очень необычно, и мы ждем с нетерпением премьеры. Конечно, отдельный респект Леше, потому что в одном лице в себе сочетает и режиссер, ну, то есть, молодец, и он полностью хозяин съемочной площадки. Знаете, сегодня такой хороший вечер, и я вижу эти красивые лица, когда красивый парень с очень красивой девушкой встречаются вместе. Мне кажется, это по-любому интересно. Но, поскольку это не просто два человека, а два человека творческих, ну, склеснулись две такие энергетические серьезные инстанции, что может произойти, знаете, может произойти нереальный взрыв, клевый, красивый фейерверк. С Аней мы познакомились год назад, у нас было очень атмосферное интервью, мы пообщались, и, в общем-то, так и продолжается наш с ней общение, поэтому сегодня я ее поздравляю с ее днем, с ее праздником, и я желаю, чтобы все ее большие дни, каждый яркий день в ее году сопровождался не менее крупной премьерой, чем сегодня. Клип просто бомбический, суперклассный. Скажи, а почему у тебя пистолет в руке, почему ты вся в черт? Агента 007, мы тайные агенты, пришли сегодня на пати Анны Калашниковой, посмотреть ее шикарнейший клип, просто потусить, повеселиться. Вот такое мнение у Насти Годуновой, я, конечно, присоединяюсь, мне тоже все очень понравилось. До новых встреч в эфире в рубрике «Премьера».